Вы не представляете, как сильно я скучал, мне реально этого не хватало в жизни. Алина, ты тоже прекрасна, но я сейчас говорю про читас с пиццей. И, собственно, ради них весь этот ролик и организовывался. У нас 4 вкуса читаса, плюс 5 вкусов така. Мы не будем устраивать между ними батл, потому что всё-таки это немножко разные продукты. Выскажем в целом своё мнение, но у них есть общая тематика. Это всё-таки вкусы, такие, знаете, популярные, европейские, то есть забугорные вкусы из нашего детства. То есть это первое, что начало появляться у нас на рынке после сникерсов, марсов и так далее. И мы ели это в школе, и это было очень вкусно, но очень дорого. Сейчас, конечно, доступно. Спасибо, Максим, за его монолог, но я приветствую вас на канале на пару. Е, подожди, а можно я сразу тебя перебью? Мне стало интересно здесь, QR-коды на каждой пачке. Да, я тоже обратила внимание. Кстати, по поводу названия Тука или Така, я не знаю, как правильно Максим произносит так. Я Тук, это не имеет значения, надо сказать этим комментариям. В принципе, нам всё равно. Переадресовывать на сайт читаса, который не работает. Прикинь, ну я выяснил, почему это не работает, потому что данная, допустим, пачка 17-го аж года. Я очень надеюсь, что они не испортились. И это была какая-то компания, уже просто эти страницы не существуют. Ну давай пробовать. Конечно, хочется прямо сейчас туда прыгнуть, но тогда интриги в ролике не будет, мы это отложим. И начнём с чего угодно, кроме них. Давай с кетчупом. Вообще, мне нравится в читасе то, что они все разного форм-фактора, все разного размера. И прикольно, ты можешь сразу по внешнему виду определить, каким это вкусом. Я в детстве любила с кетчупом. Ты с чем любил? Я любил с пиццей, я же сказал. Но самое классное, раньше кидали соус с кетчупом. Соус, да. Сейчас я его не вижу. Все, кризис наступил. Знаете, это как подписка. Хотите дальше посмотреть и съесть с кетчупом, купите. Это вкусно, приторно вкусно. Не, это очень классно, но я, если честно, больше люблю все-таки сырные и пиццу. А вот эти я, кстати, вообще не пробовал. Это очень прикольные, они с пиралькой, это со сметаной и луком. Смотрите. Зная себя, вряд ли мне это понравится. Ну прикольно, выглядит. Выглядит странно. Что почитал с кетчупом, скажешь? Семерка. Ну где-то так же, наверное. Плюс-минус. Попробуй эти, они очень интересные. Они мягенькие, но они прилипают к небу, когда их жуешь. Блин, опять пахнут этой химозной сметаной. Ты просто призято относишься к сметане. Угу. Прилипает к небу? К всему, не знаю. Мне не нравится. Я раньше любил всякие кукурузные именно шарики, вот в пачках продавались отдельно. Но вот этот мне не нравится. Пять. Я бы тоже поставила пять. Ну слушай, не совсем плохо, если эти шесть, эти пять. Поэтому я готов повысить с этим оценку до семи. Не, ладно. Давай оставим шесть, и это будет четыре. Мне не зашло. Типа, если здесь опознают сравнение, ну следующее, сыр, конечно. Мы их недавно в Краснодаре ели. Я прям помню, я две пачки съел. Блин, оно такое смешно, у него столько разных эмоций. Мы в детстве рисовали в тетрадках комиксы «Три корочки» и «Читаса». Прям рисовали. Да я помню, я буквально на днях ее ел. Я могу даже сразу оценку поставить. Ну. Чуть-чуть лучше кетчупа. Мне кажется, что раньше кетчуп был вкуснее. Поэтому это мне ставлю восемь. Просто ты сейчас все больше и больше, по-моему, переходишь на сыр. У тебя все должно быть сырное. Да, кстати, в детстве я вообще не любила сыр. Ни в каком его проявлении. Все меняется. Ты взрослеешь. Скоро до маслин саливок дойду. Не-не-не-не-не-не-не. Тут мы не сойдемся. Кстати, Даня уже сейчас маслины любит. Сколько? На чуть-чуть лучше кетчупа. Так и будет. То есть семь у тебя. Ну, давай пусть семь. Ну что, переходим к пицце, как вершинки. Сейчас, я сначала попью, чтобы не спутать ни с чем вкус. Насладиться им полностью. Знаете, как вино пробовать, вот так же я буду есть чьи-то с пиццей. Вообще, они поменяли форм-фактор. Это меня уже пугает. Раньше они были в форме такой сеточки а-ля пиццы. Сейчас это усы. Ты хотела всегда узнать, как будешь выглядеть с усами? Не очень на усы похоже. Не очень ровные усы. Ну как? Так, в какую сторону крепить надо? Так? Ну как? Да ты просто классная. Блин, пахнут они вообще бежные. Была у меня в школе одноклассница тоже с усами. Это не та пицца, что была раньше. Это та же самая пицца, просто более пресная. Они уже пожёстче? Они раньше были жёстче, но просто более яркие. Я не могу сказать, что это плохо. Это в любом случае мне нравится больше всех предыдущих. Но чуть-чуть не дотягивает до оригинала. Либо, как всегда, знаете, в детстве было лучше, потому что вкусы вкуснее, небо голубее и так далее. Но в любом случае мне это очень нравится. Я съем эту пачку. Я ставлю пять. Мне вообще не понравилось, прости. Ну не надо. Мне больше достанется. Витя, мы разные, но мы всё равно вместе. По-моему, наклейки раньше какие-то были, нет? Вот я и ищу. Ладно, соусы, мы же наклейку зажали. Раньше там ещё переводные татушки лежали, наклейки. Магнитики ещё были. Ну магниты не помню, но что-то валялось. Сейчас ничего нет, пустые пачки, но дороже. Так, самые вкусные спицы, кто бы сомневался? Я всё-таки ставлю на сыр. Кто бы тоже сомневался? Кто бы сомневался? Так неожиданно. Вы такие стали предсказуемые. Давай к таку. Ну вот в целом, если сравнивать читасы, допустим, с той же московской русской картошкой, из прошлого ролика, кстати, если вы не смотрели, ссылка в описании. Что выберешь? Наверное, читас. Хотя нет, с русской картошкой. Там курочка. Скорее русскую картошку, наверное. Хорошо. То есть за нашего производителя. Ну то, что не московский картофель. Урна. Мне не очень понравилось, не так сильно, как тебе. Но во всех трёх компаниях есть один классный вкус. Как всегда. Но вот тук я очень люблю, но в детстве мне мама запрещала есть крекеры, не только тук, а вообще разных фирм. Она говорила, что это очень вредно, и я всегда втихаря покупала и ела. Я, на самом деле, пробовал только сырные оригинальные. Я даже не знал, что существуют другие. У нас тут пять вкусов, сладкие. Это вообще с колбасками. Я не очень представляю, как это будет. Копчёные колбаски. Давай попробуем. Вообще, я думал сначала, что это с малиной, потому что, видите, розовая. Колбаса, малины, да, одно и то же. Вино тоже ещё розовое. Ой-ой-ой. Докторскую. Вспомни вкус докторской. Да, колбаса. Странно. Мне кажется, это же самая история, что московского картофеля была с чизбургером. Просто она печатается между собой. Это реально вот колбаски. Прям это реально они. Если вам нравится, вам зайдёт. Но мне сам вкус не нравится. У тебя, это же бутерброд с колбасой получается. Клеп есть, колбаса тоже. Синьки-баури. Синьки-баури. И видишь, это копчёный сосис. Такой. Я бы две съел, попробовал, прикольно, больше не стал. Ну, четыре. Где-то так же, четвёрочка. Крайне странно. Следующий вкус просто для тебя, это сметана и лунг. А я думал, сметана с сыром. Кстати, почему такое не делают? Потому что они меня жалеют. А то мне придётся это пробовать. Так, возьми. Каждой компанией есть эта сметана. Это классика. Сметанная зелень, сметанная лук. Ой. Странно. Это очень редкий, приторный вкус, который худший, что мы пробовали за сегодня. И даже если брать ролик в прошлом с московской этой картошкой, это прям я не могу. Я бы так не сказала, мне получше, чем с колбаской. Но не намного. Нет, я бы взял колбасу. Вообще, у Тука у всех вкусы ядрённейшие. Да, они яркие. Это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, вот это я есть вообще не могу. Я прям, когда он вкусил, мне хотелось выплюнуть. Уж просительно. Потому что у нас есть сметана. Да нет, потому что он такой едкий. Ладно. Прям как иногда комментарии у нас найти бывают. Вот, для тебя есть вкус пицца. Боюсь, это будет так же, как вкус чизбургера. Давай сравним пиццу с Читаса и пиццу с Тука. Почему опять сыром пахнет? Потому что пицца и сыр томатами отдаёт. Я бы сказал, здесь есть тонкие нотки маргариты. Ну, как тебе? Необычно. Ты любитель пиццы. Необычно. Я маргариту не люблю, я люблю пиццу с мясом. Возьми тук с колбаской, положи сюда и будете вместе. Мне не понравилось. Мне, например, данная зелень бы нравилась намного больше. Ну, из сегодняшних туков трёх, это лучше для меня. Ну, вообще без чампания. Для меня, наверное, хуже. То есть, я бы расставлял их вот так. Алина ровно наоборот. Да. Так, есть. Выбирай, сыр или оригинальный? Ну, эти вкусы я очень хорошо знаю. Я бы попробовал. Давай оригинальный. Мне кажется, я ни разу не ела оригинальный. Я всегда покупала сыр. Они более такие притерные, простенькие. Просто печенье получается. Да, печенье. Ну, с солью. Ну, никакие. Ну, в этом есть плюс. Мы их ели на уроках, и поэтому не воняло на весь класс. Нас не полили. Хотя бы они не притерные, да? Потому что, правда, мы говорим, что в туке такие вкусы ярко выраженные. Ладно, переходим к самому любимому. Мне кажется, этот вкус любят все. И ели все это тук со вкусом сыра. Даже любители сыра, такие как Максим. О, это очень вкусно. Только скажи мне, что нет. Вот ради интереса, пока я ничего не сказал, из всех пяти самый вкусный. Конечно, сыр. Пицца. Ты серьезно отротительная. Мне понравилось. Я отвечаю, Маргарита. И прямо так, знаете, чё пупупуп. Вообще, тук с сыром это идеальное сочетание всего. Здесь сыра вот достаточно для меня. Не очень много, не мало. И мне нравятся крекеры. Короче, это даже вкуснее, чем чё-то с сыром. О, нет. Вот, кстати, я хоть и не очень люблю сыр, я вот это могу есть. И мне это нравится. Вот это нет. Как обычно, ничего нового, вкус у нас отличается. Ну, это же хорошо, зато мы не будем драться за еду. Съешь одно, что тебе нравится, а я другое. И все счастливы. Нет, знаешь, останется у нас две последних порции еды. Мы не будем спорить, кто какую возьмет. Потому что одно мне не понравится, одно тебе. И все будет хорошо. А ты знаешь, здесь с тобой можно поспорить. Потому что в большинстве случаев еда у Максима оказывается вкуснее. Соки у него вкуснее, хотя не сделаны могут быть с одного яблока, например. Потому что он лучше, у него все лучше. Я, когда прихожу в ресторан, я никогда не беру что-то сложное. Если первый раз в ресторане и хочу нормально поесть, я заказываю что-то, что очень сложно испортить. А Лина такая, во, я первый раз в этом рыбном ресторане закажу там форель под фольгой. Ей приносит, и это есть невозможно. А я, я за классику. Пицца, цезарь. Цезарь везде есть, пицца везде есть. Так что я не буду голоден. Друзья, если вам нравятся ролики, где мы пробуем разную, полезную и не очень пищу, то поддержите это лайком, потому что мы видели, сколько комментариев просило нас вернуть это на канал, потому что в последнее время были влоги, всякое такое добро. Поэтому давайте, как только здесь наберется 18 тысяч лайков, выходит следующий ролик по еде. Давай только что полезное уже будем пробовать. Это что, вредно что ли? Я представляю, что моя мама на все это. Вообще в плюсе от этих роликов вы, потому что вы можете посмотреть потом. Может выбрать для себя что-то мы, потому что мы немного перегусили, и знаем, что нам из этого нравится теперь и Даня, потому что он все потом это доедает. Ну а вы, друзья, не забывайте подписываться, ставьте лайки, ну и, конечно же, оставайтесь с нами на пару веселей. Пока! Привет! Субтитры сделал DimaTorzok